Представители Одесской епархии посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Хор исполнил для них песни военных лет, духовенство пожелало всем защитникам Родины помощи Божией и крепкого здоровья. Также были вручены продуктовые наборы. Подробнее о том, как проходило поздравление, расскажут наши коллеги. В Одесской епархии и Украинской Православной Церкви уже давно стало доброй традицией приходить в гости к ветеранам. В этом юбилейном году благодетели также от всей души сердечно поздравили с Днем Великой Победы участников боевых действий, которые были рады видеть священнослужителей в своих небольших жилищах. Все пришедшие, сотрудники социального отдела и молодежного отдела, волонтеры и священнослужители, пришли в дома ветеранов Великой Отечественной войны и сыновней благодарности подбодрили своих героев, исполнив для них песни военных лет. В завершении встречи ветераны искренне и тепло поблагодарили гостей за внимание к ним и за память о Великой Отечественной войне. Представители Одесской епархии пожелали всем защитникам нашей Родины долгих благословенных лет и крепкого здоровья, а также вручили праздничные продуктовые наборы и материальную помощь. ПЕСНЯ И передавали День Победы этот своим детям, внукам, чтобы помнили этот день. Он не забываем никогда для кого. Тяжелой поступью, подкованного ненавистью фашистского сапога, ворвался нацизм на нашу прекрасную землю, стремясь поработить и осквернить все, что было дорого людям, стремясь уничтожить все светлое и святое, что теплилось в народном сердце, стремясь отобрать само право на жизнь. И наши герои, прижав к сердцу горсть родимой земли, шли в бой за своих жен и матерей, за клубящийся дым кострич над родной деревней, за непрозвучавший детский смех, за каплю слезы на конопатой щечке, за Родину и за надежду. И сегодня пришло время поблагодарить наших ветеранов за их подвиг мужества. Представители епархии в гостях у ветеранов с большим вниманием слушали каждое слово из уст героев войны. Проходят годы, эта война уходит далеко. Когда я вспоминаю эту войну, все время это радость, я как ее вспоминаю, так страшно становится. Когда мне начинают спрашивать, расскажите что-нибудь про войну, ну неохота про нее рассказывать, понимаете? Я как вспомню, я вспоминаю не эту победу, когда мы побеждали, когда забирают города, когда говорили, что освободили тот город, Одесса освободили, все это было все хорошо. Вспоминается постоянно самое, что было тогда тяжелое. Тяжелое было очень тогда много. Пройдет время, но героизм наших солдат навсегда останется в памяти каждого любящего свою Родину человека. Люди, прошедшие сквозь бурю страшной войны, сегодня являются истинным примером мужества, стойкости и непобедимости нашего народа. Ветераны, с которыми мы имеем честь и радость общаться, и в сегодняшнее непростое время являют собой источник силы, способный перебороть любое человеческое горе, бытовую проблему и показать, что любящие своих близких и Родину сердца способны на невероятное свершение.